Клиент купил бэушный велик. С одной стороны здесь стоит хорошее колесо с очень высоким ободом и с этикеточкой из одного известного магазина. Оно на промподшипниках и это здорово. Соответственно колесо будет, так сказать, вечное, если на нем не прыгать. А с другой стороны у нас вот тут такая самодеятельность. Такой высоты подсидел, засунут в раму. Вот здесь вот приварены упоры под вот такой хомут, чтобы хомут не проваливался ниже. Все это было закручено на две гаечки. Но я сейчас обычный хомутик поставлю. Совершенно непонятно. То есть видимо продавливал подсидел в раму, потому что ездил очень высокий человек, потому что видите где у нас отметка ржавчины. То есть по самому по самому индикатору. А руль очень низко. То есть человек ездил очень высокий, под ним продавливал подсидел, и они приварили упоры и поставили хомут, потому что обычный хомут с эксцентриком видимо и сломался. И сломалось колесо, купили новое. Потом человеку видимо надоело ездить на таком велосипеде, он его продал по авито и купил теперь вот тот человек, который нам его привез. И теперь мы будем его чинить. Здесь вот очень оригинально сделана рубашка переключения. Как-то вот она вот так вот идет, причем она цельная. Ну восьмерки, ничего не работает. Сейчас мы его восстановим, вернем к жизни так сказать. Закончили ремонт этого велосипеда. Как обычно какие-то неожиданности случаются в ходе ремонта. Значит у нас стали перебирать рулевую, рулевая здесь дюймовая. Внутри вот такой вот вынос и он вот так вот лопнувший был с трещинами, с дефектами. Соответственно поставили новый, благо, ну не новый, слегка бушный, благо они недорогие. Общая стоимость бюджета меньше трех тысяч. Здесь мы протягивали оба колеса, оба колеса были очень сильно мятые, с очень большими восьмерками. Поменяли, соответственно, рулевую на новую, поменяли вынос, поменяли частично рубашки и тросики везде. Что-то подрезали, что-то поменяли на новое. То есть видите, вот у нас тросики идут новенькие, не ржавенькие. Соответственно настроили переключатели, настроили тормоза, поменяли новые колодки, все смазали, все отрегулировали и поменяли вот этот хомутик на новый, который был у нас приварен. Ну и старый, конечно, мы тоже клиенту отдадим. То есть бюджет меньше трех тысяч, велосипед клиент купил вроде за пять. То есть в целом как бы достаточно нормально, велосипед еще поедет, еще покатается. Но вот есть некоторые нюансы. То есть, например, здесь 48 звезда стоит. Соответственно, на ней ездить практически невозможно. Есть довольно большой износ цепи и трансмиссии. То есть велосипед, скажем так, годик покататься и дальше надо опять, опять что-то будет чинить, опять что-то надо будет ремонтировать. Поэтому, если вы покупаете бэушные велосипеды с авито, у которых вот непонятно что по трансмиссии, непонятно что по колесам, непонятно что по вилке, по рулевой, то проблемы могут быть. Проблемы могут быть большие и бюджет ремонта может еще больше и больше увеличиваться.